Фридрих Энгельс Вальтеру Боргиусу об историческом материализме в Бреславль, Лондон, 25 января 1894 года Милостивый государь, отвечаю на ваши вопросы. 1. Под экономическими отношениями, которые мы считаем определяющим базисом истории общества, мы понимаем тот способ, каким люди определенного общества производят средства к жизни и обменивают между собой продукты, поскольку существует разделение труда. 2. Таким образом, сюда входит вся техника производства и транспорта. 3. Эта техника, согласно нашим взглядам, определяет также и способ обмена, затем способ распределения продуктов и тем самым после разложения родового строя также и разделение на классы, отношения господства и подчинения, государства, политику, права и т.д. 4. В понятие экономических отношений включается далее и географическая основа, на которой эти отношения развиваются, и фактически перешедшие от прошлого остатки прежних ступеней экономического развития, которые продолжают сохраняться зачастую только по традиции или благодаря силе инерции, а также, конечно, внешняя среда, окружающая эту общественную форму. 5. Если, как вы утверждаете, техника в значительной степени зависит от состояния науки, то в гораздо большей мере наука зависит от состояния и потребности техники. 6. Если у общества появляется техническая потребность, то это продвигает науку вперед больше, чем десяток университетов. 7. Вся гидростатика, Торричелли и т.д. была вызвана к жизни потребностью регулировать горные потоки в Италии в XVI и XVII веках. 8. Об электричестве мы узнали кое-что разумное только с тех пор, как была открыта его техническая применимость. 9. В Германии, к сожалению, привыкли писать историю наук так, как будто бы науки свалились с неба. 10. Мы считаем, что экономические условия в конечном счете обусловливают историческое развитие. Раса же сама является экономическим фактором. Здесь, однако, не следует забывать о двух моментах. А. Политическое, правовое, философское, религиозное, литературное, художественное и т.д. развитие основано на экономическом развитии, но все они также оказывают влияние друг на друга и на экономический базис. Дело обстоит совсем не так, что только экономическое положение является причиной, что только оно является активным, а все остальное – лишь пассивное следствие. Нет, тут взаимодействие на основе экономической необходимости, в конечном счете всегда прокладывающий себе путь. Государство, например, оказывает влияние при помощи покровительственных пошлин, свободы торговли, хорошей или дурной фискальной политики. Даже смертельная усталость и бессилие немецкого мещанина, обусловленные жалким экономическим положением Германии в период с 1648 по 1830 год и выразившиеся сначала в пиетизме, затем в сентиментальности и в рабском присмыкательстве перед князьями и дворянством, не остались без влияния на экономику. Это было одним из величайших препятствий для нового подъема, и препятствие это было поколеблено только благодаря тому, что революционные и наполеоновские войны сделали хроническую нищету острой. Следовательно, экономическое положение не оказывает своего воздействия автоматически, как это для удобства кое-кто себе представляет. А люди сами делают свою историю, однако в данной их обусловливающей среде, на основе уже существующих действительных отношений, среди которых экономические условия, как бы сильно не влияли на них прочие, политические и идеологические, являются в конечном счете все же решающими и образуют ту красную нить, которая пронизывает все развитие и одна приводит к его пониманию. Б. Люди сами делают свою историю, но до сих пор они делали ее, не руководствуясь общей волей, по единому общему плану и даже не в рамках определенным образом ограниченного данного общества. Их стремления перекрещиваются и во всех таких обществах господствует поэтому необходимость, дополнением и формой проявления которой является случайность. Необходимость, пробивающаяся здесь сквозь все случайности, опять-таки в конечном счете экономическая. Здесь мы подходим к вопросу о так называемых великих людях. То обстоятельство, что такой и именно вот этот великий человек появляется в определенное время в данной стране, конечно, есть чистая случайность. Но если этого человека устранить, то появляется спрос на его замену, и такая замена находится, более или менее удачная, но с течением времени находится. Что Наполеон, именно этот корсиканец, был тем военным диктатором, который стал необходим Французской Республике, истощенной войной, это было случайностью. Но если бы Наполеона не было, то роль его выполнил бы другой. Это доказывается тем, что всегда, когда такой человек был нужен, он находился. Цезарь, Август, Кромвель и так далее. Если материалистическое понимание истории открыл Маркс, то Тьери, Минье, Гизо, все английские историки до 1850 года, служат доказательством того, что дело шло к этому, а открытие того же самого понимания Морганом показывает, что время для этого созрело, и это открытие должно было быть сделано. Точно так же обстоит дело со всеми другими случайностями и кажущимися случайностями в истории. Чем дальше удаляется от экономической та область, которую мы исследуем, чем больше она приближается к чисто абстрактно-идеологической, тем больше будем мы находить в ее развитии случайностей, тем более зигзагообразной является ее кривая. Если вы начертите среднюю ось кривой, то найдете, что чем длиннее изучаемый период, чем шире изучаемая область, тем более приближается эта ось к оси экономического развития, тем более параллельно ей она идет. В Германии величайшим препятствием к правильному пониманию является непростительное пренебрежение в литературе к экономической истории. Не только очень трудно отвыкнуть от представления об историческом развитии привитых в школе, но еще труднее собрать материал, необходимый для этого. Кто читал, например, хотя бы старого Густава фон Гюлиха, который в своем сухом собрании материалов поместил столько ценного для объяснения бесчисленного множества политических фактов. Вообще же, я думаю, что тот прекрасный образец, который Маркс дал в 18-м Брюмера, должен дать вам довольно полный ответ на ваши вопросы как раз потому, что это практический пример. Большинство вопросов, как мне кажется, затронута в антидюринге, а кроме того и в последней главе Фейербаха. «Прошу вас не относиться придирчиво к каждому слову из вышеизложенного, а все время иметь в виду общую связь. У меня, к сожалению, не было времени изложить вам все так ясно и четко, как следовало бы, если бы это предназначалось для печати». С глубоким уважением, ваш Фридрих Энгельс Опубликовано в собрании сочинений Маркса и Энгельса, второе издание, том 39 Примечание Бреславль Современное название Вроцлав Пиетизм Изначально движение внутри лютеранской и реформатской церквей, характеризующиеся приданием особой значимости личному благочестию, религиозным переживаниям верующих, ощущению живого общения с Богом, а также ощущению постоянного нахождения под строгим и бдительным Божьим оком. Густав Гюлих Немецкий экономист и историк Автор работ по истории народного хозяйства Энгельс имеет в виду многотомную работу Гюлиха «Историческое описание торговли, промышленности и земледелия важнейших торговых государств нашего времени», вышедшую в Йене в 1830-1845 годах Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...